Сейчас мы должны узнать, что такое гомоморфизм. Это важнейшее вообще понятие для групп, кстати, не только для групп, для любых алкограических систем. То есть, когда у вас есть какое-то множество сапераций, то обязательно там есть такое понятие. Проще всего мне объяснить вам, что такое гомоморфизм, на примере вот этого дуба. Ребята, смотрите, когда есть движение нашего правильного реугольника, то среди них есть вот эти вот три, которые сохраняют рейтенцию, и есть нижние, которые не сохраняют, то есть переворачиваются. Давайте рассмотрим следующую штуку. Повороты переведем в медий один миллиметр. А вот эти вот симметрии переведем в другой. Итак, пишу. Поворот на 0 градусов, то есть поворот на 120 и поворот на 240. все вот эти вот три перемещения пусть перейдут в число 1. А симметрии относительно прямых АО, БО и ЦО пусть перейдут в минус единицу. И операция вот здесь, это будет умножение. Операция это будет умножение. Тогда, когда, если у вас есть любая совершенно последовательность поворотов и симметрий, то вы можете посмотреть, сколько там симметрий и минус единицу возвести в эту степень. И таким образом узнать, перевернулось у вас или не перевернулось. Идея понятна? Вот это типичный пример гоморфизма. Итак, теперь текорогое определение. Если у вас есть две группы, группа Ж и группа АШ, то гоморфизм называют любое такое отображение, что, когда вы возьмете два элемента из группы Ж, то вы можете их перемножить в группе Ж и отобразить. То есть, вот смотреть, Ф от А, Б. А, Б, давайте кружочек поставим. Кружочек это операция в группе Ж. Пусть в группе Ж, а там проечная операция, сначала с кружочками. Да? И это будет то же самое, что если вы сначала отобразите, а потом перемножите их в группе Ж. Пусть в группе Ж умножение было зерночек. Итак, что написано слева? Перемножил в группе Ж, после этого отобразил. Что написано здесь? Сначала отобразил, а потом перемножил. Ребята, вообще в алгебре очень часто рассматривают такого типа ситуации. И, ну, это что называется, действительно, очень важная штука. Итак, это называется гомоморфизм. Теперь, что такое изоморфизм? Изоморфизм – это гомоморфизм, когда отображение является взаимно однозначным. Поскольку это очень важно, то давайте я запишу. Изоморфизм – это биективный гомоморфизм. А гомоморфизм – это то, что только что было, да? Да. Это то, что F от АВ – это F от А умножить на F от А. Биекция – это взаимно однозначное соответствие. Ребята, если подумать, то изоморфизм – это полная должность. Ну, вот представьте себе, скажем, может быть, у кого-то есть из вас, не знаю, в социальной сети, не знаю, там на фейсбуке вы зарегистрировали, да? Кто-нибудь, конечно, зарегистрировал? Нет, я не собираюсь у вас пароль. Представьте себе, да? Вот у вас есть возможность войти в социальную сеть, да, там, видит пароль, так далее. Замечательно. Кто-то, может быть, при этом имеет электронную почту. Отлично. А дальше есть такая замечательная штука. Возможность войти с электронной почты и получить пароль на фейсбуке. Есть? Отлично. А на самом деле бывает, когда и наоборот. При помощи в фейсбуках вы можете там заиндегистрироваться еще где-нибудь. Представьте? А при помощи этого вы можете еще где-нибудь. А при помощи того вы можете в свою почту. И что тогда получается? Цикл. Что на самом деле, если вы вошли в одну из этих структур, то вы можете войти в другую, так? То есть, на самом деле, с точки зрения пароля вы вошли туда и туда, и туда, не важно. Вас уже опознали, как человека, да? Вот, ну, хорошо, мне нравится этот пример, когда что-то абсолютно одно и то же. Ну вот, скажем, два близнеца. Это изоморфизм или не изоморфизм? На самом деле, странно, это не вполне изоморфизм, потому что близнецы, они чуть-чуть, но в жизни отличаются, да? Там, все-таки, там, чуть-чуть у них разная жизнь, там, кто-то там одним занимается, кто-то другим. Но представьте себе ситуацию, когда близнецы, что-то, родились, находятся в строго одинаковых условиях, и все-таки нам от них требуется, потому что не совсем там домолекульное сходство. Так, вообще, помнишь, что вы знаете? Понял, молодцы. Еще один пример. Изоморфизм – это когда один и тот же объект называют разными словами. Вот давайте, я не зря взял этот пример, он простой, но на нем очень много понятно. Ребята, я мог не рисовать правильного треугольника. Я мог взять и вместо правильного треугольника просто смотреть на три его вершины. Вы понимаете, что группа симметрии этих трех точек и группа симметрии правильного треугольника – это строго одно и то же? Согласны? Согласен. Или я мог вообще только говорить о перестановках. И то же самое. Если я знаю перестановку вершин, то мне бессмысленно говорить там поворот, персиметрия. Реально чувствуется перестановка вершин. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Масса других примеров. Так, какое еще слово на этой доске не объяснено? Авто. Авто. Так авто – это известно, что такое? Как так? Машина. А? Машина. Это другое значение слова авто. Правду не знаешь? Автономный. Автономный, да что? Автономный. Независящий. Автономный – это который сам с собой. Да? Наш университет требует автономии. Что это значит? Ну не поставлять котлеты. А? Не поставлять котлеты, мы их сами делаем. Нет, котлеты нет. Автономии не спустя котлетки. Не надо. Котлеты, мы не будем требовать этого. Котлетам наоборот, просто поставляют. А вот, в смысле, если поработать, пойти, то мы не пойдем. Давай так. Вот. Нет, нет, нет. Автономия – это когда что-то на себя, то есть, математически. Автоморфизм – это когда H – это то же самое, что G. Поняли? Если H равно G, то в таком случае мы говорим, что у нас автоморфизм. Хорошо. теперь нужно двинуться дальше. Правильно. Ребята, у каждого гоморфизма есть ядро. Тоже понятие что звучит, важно? Ядро гомоморфизма. Ядро гомоморфизма. Это множество тех элементов группы G, смотрите, которые отображаются в единицу группы. Давайте, в группе H там есть какая-то единица? Давайте я ИТ напишу. Ну, конечно, не хотите ИТ, давайте в тот элемент, который является единичным элементом группы H. Е. Шо. Е. Я готов на любые компромиссы по буквам, лишь бы по сути вы поняли. Господа, когда вы смотрите на любой гомоморфизм, то существуют элементы, которые отобразятся в единицу. Кстати, давайте это докажем. Потому что пока я еще про гомоморфизм вообще ничего не доказываю. Доказать это очень легко. Смотрите, Е, элемент, который в группе G, умножить на элемент Е в группе G, это единица группы G. Согласны? По определению гомоморфизма F от вот этого произведения это что такое? Это мы должны взять перемножить вот так и у нас должно получиться вот так. Это просто по определению гомоморфизма. Понимаете я в качестве A и B беру единичку с группы G. Давайте еще раз. F от E E это F от E умножить на F от E. E Единственное я поставил здесь кружочек надо поставить R потому что вот это уже операция выполняемая в группе H. H. Отлично отлично все понимают что когда элемент умножаем на себя и получаем спятую на самом деле единица в группе H. Мы же уже учили что деление H. в каком случае вот это вот это обязательно единица группы H. Хорошо. Еще одна вещь про гомоморфизм. Гомоморфный образ группы это группа. Давайте поймем почему. Если у вас была какая-то группа G. мы ее отображали внутри группы H. Но вообще-то совершенно необязательно вся группа H при этом была исчеркнута. Потому что например есть такое замечательное гомоморфизм. Вообще всегда есть. Мы могли все элементы группы G отобразить в единицу. Ну просто сказать что все переходят в единицу. Тогда понятно да? Единицу умножающую на себя получающую единицу значит свойство гомоморфизма безусловно выполняется. Но тем не менее образ группы при любом гомоморфизме обязательно является группой. Интересно сумеем ли мы это с вами доказать? что что нужно доказать чтобы какое-то подмножество группы было группой? Надо доказать что оно вместе с каждым своим элементом содержит обратных и вместе с каждыми двумя элементами содержит их произведение. Ну господа это все легко. Если у вас в образе есть какие-то там F от G1 и F от G2 то F от G1 умножить на G2 это и есть произведение F от G1 на F от G2 просто по пререгулах. Обратный замечательно берешь приступы обратными элементами тоже F от B будет обратным к F от A. Все просто. Все просто. Итак давайте еще раз поймем что такое ядро гомоморфизма. Это все элементы которые при гомоморфизме переходят в единичный элемент. Понимаете ли вы что если какой-то элемент G перешел в единицу и какой-то другой элемент G штрих перешел в единицу то G умножить на G штрих тоже перешло в единицу. Понятно? Понятно. Отлично. Значит ядро гомомоморфизма это что? Это подгруппа. Это обязательно подгруппа. То есть вместе с любыми двумя своими элементами она содержит что? Их произведение и обратно. Отлично. Так вот ребята оказывается что это не просто подгруппа. Это любая подгруппа. Не любая подгруппа. То есть я могу взять подгруппу я могу в нашей группе в шестерине в движении правильного треугольника взять подгруппу состоящую из тождественного преобразования и симметрии относительно помой аук. Это подгруппа. Почему это подгруппа? Потому что если вы делаете симметрию два раза то получается тождественное преобразование. Если три раза получаете симметрию и так далее подгруппу а вот придумать гомоморфизм не получится. Невозможно придумать гомоморфизм при котором вот эти элементы перейдут в единицу а другие не перейдут в единицу. Поскольку это чрезвычайно важно понимать давайте я вообще нарисую всю цепочку подгрупп вот этой вот гомоморфизм и объясню какие из них могут быть ядра гомоморфизма какие не могут и почему это важно. Так для начала вот этот все забудут? Все забудут? Отлично. Сейчас постараюсь максимально понятно как маленькие гневи на самом деле всегда надо разбирать. Итак есть группа состоящая из квадрата на 120 квадрата на 20 40 симметрии и еще одна симметрия замечательно в ней есть разумеется как в любой группе подгруппа состоящая из просто напосто дождейственного из одного элемента в которой все спалить на 1 а также есть такие шутки есть подгруппа состоящая из симметрии относительно прямой ао и как есть компонент а ид в любой подгруппе есть что единица конечно в любой подгруппе есть единица да это единичный элемент он обязательно есть в любой подгруппе разумеется итак симметрия относительно при пео симметрия относительно ц это тоже понятно да симметрия относительно ц вот и вот это замечательная подгруппа повороты на 120 на 240 да и на 0 градусов давайте я пишу ид это 0 на 0 градусов а также поворот на 120 и поворот на 240 так вот господа очень важно понимать что никаких промежуточных здесь других подгрупп нет то есть картинка вот такая всего оказывается ровно 6 у нас подгрупп состоящие из одного элемента 3 штуки которые состоят из двух элементов и все шесть элементов вместе при этом вот это нижнее может быть ядром гомоморфизма а именно это ядро того гомоморфизма которое просто-напросто нашу группу все элементы оставляет на месте гомоморфизма может быть ядром гомоморфизма это гомоморфизм который все элементы нашей группы переводят в один и тот же единичный элемент в число один переводят группу по умножению в число один состоит из одного элемента гомоморфизма вот это самое интересное это из трех элементов состоящие все повороты она может быть ядром гомоморфизма я здесь вот этот гомоморфизм вам указал помните еще в теме или уже нет я боюсь что кто-то в какой-то момент перестанет понимать и тогда моя лекция превратится в гомоморфизм до тех пор пока вы понимаете это все легко не надо думать что это такое чрезвычайно сложное просто важно не упустить момент когда вы перестаете понимать итак вот вам повороты не менять ориентацию поставить на соответствие единицу симметрии меняют ориентацию поставить им соответствие единицу так это понятно это понятно отлично отлично а теперь вопрос во-первых почему нет других подоб а почему вот эта штука не может быть ядром никакого гомоморфизма потому что когда вы говорите про гоморфизм вы говорите здесь про любую группу аж мало ли можно придумывать вдруг куда-нибудь удастся отобразить ребят ответ оказывается ядром гомоморфизма может быть только нормальная подгруппа а вот эти подгруппы не являются нормальными поехали поехали писать наши важнейшие термины дальше нормальная подгруппа нормальная подгруппа l группа г содержит г в минус первой lg для любого элемента g группы g и для любого элемента l маленькая группы l на первый взгляд кажется что вообще непонятно откуда это возникло g минус b и lg вообще все а между тем все крайне просто ребята вспоминаем что такое ядро комоморфизма что значит что l принадлежит ядру это значит что f от l это единица в группе h согласны отлично а теперь внимание можно смотреть что такое f от g минус 1 е g заметьте здесь умножение делаем группе g по определению гоморфизма это будет f от g минус 1 f от ой не я дальше плохо пишу но это сам начал ошибаться здесь l итак это будет f от l а здесь у меня будет f от g недолго осталось и сейчас вы увидите совершенно замечательную вещь. Ребята, f от l по определению того, что l здесь по негазированию, это единица. Значит, я пишу f от g минус 1, единица, так, кстати, здесь и звездочка, да, здесь у меня звездочка, потому что это уже операция в группе h. Здесь у меня единица и здесь у меня f от g. Видите, в чем хитрость? У меня здесь возникли единицы группы h. Делаешь, делаешь, что это сделать. Но единица, это значит, что ее можно вообще не писать. Логику понимаете? А если ее можно не писать, то это то же самое, что f от g минус 1 умножить на f от g. То есть это f от g минус 1, уже в группе g, когда перемножаем. А это единица, ребята. А f от единицы, это единица. Таким образом, я доказал, что вот такой элемент пренепременно обладает замечательным свойством. Если l принадлежала ядру коммуартизма, то g минус 1, l, g тоже принадлежит ядру. Ребята, он называется сопряженный элемент к элементу l. Объясню. Теперь вопрос. А почему же у нас вот эта подгруппа не является нормальной? А все легко. А все легко. Я сейчас возьму и вот этот вот элемент сопряжу при помощи какого-нибудь. Интересно. Сможете вы, например, сказать мне, что такое будет симметрия относительно прямой ао, сопряженная. Чем хотите сопряжать? Хотите симметрии, хотите поворот. Знаете, симметрию? Сопрягаем ее с бо. Кстати, замечательная вещь. Замечательная вещь. Какое симметрия в минус первой? Бо в минус первой это то же самое бо. Симметрия в минус первой это то же самое, что сама симметрия. Потому что два раза сделаешь симметрию, возвращаешься. Итак, как разобраться? Во-первых, ориентацию меняет или не меняет? А? Меняет, три раза. Значит, ориентацию меняет. Значит, это будет симметрия. Осталось угадать одну пучку. Ц. Ну, давай посмотрим. Для этого, на самом деле, надо взять треугольник и быстрее всего просто проследить за поведением одной точки. Беру глянку, точку А. Сначала при симметрии относительно прямой БО она переходит в точку С. При симметрии относительно прямой А опыта она переходит в точку Б. При симметрии относительно БО она остается на месте, значит, в результате у нас А перешла к В, и это симметрия. Значит, это будет что такое? С, будет симметрия. Слушайте, это замечание. Мы сопрягли вот этот элемент и получили. Значит, эта подгружба что? Не является нормальной. Отлично. Ну, ровно по тем же причинам это будет ненормально, это будет ненормально. А если прибавить в ту группу, ну, по симметрию? Если добавишь еще одну симметрию. Но если ты добавил еще одну симметрию, то композиция симметрии уже поворот. Нет, вот ты задаешь очень хороший вопрос. Почему нет других подгрупп? Вопрос действительно разумный. Разумеется, я мог здесь перебором это объяснить, но для того, чтобы двигаться дальше, а не просто крутить один простой пример. Давайте я объясню, почему нет других подгрупп при помощи очень вообще важной теоремы. Называется теорема Лагранжи. О разложении группы на смежные классы. Вот возникает новое понятие. Смежные классы. Если G у нас группа, если у нее есть какая-то подгруппа, то что такое смежный класс? А это вот что такое. Это мы можем взять... Да, я еще забыл. G маленькая это любой элемент, конкретный элемент группы G. То мы можем взять и рассмотреть такое множество. G маленькое умножить на P. То есть выписать все элементы подгруппы и все их умножить на G. Это называется смежный класс. Но, ребята, прежде чем вы можете рассмотреть и другой смежный класс. А именно вы можете взять и наоборот все умножить с другой стороны. То есть выписать все элементы подгруппы и умножить их на наши элементы G с другой стороны. Ну что, понятно, что правый смежный класс, в одном случае левый смежный класс, в одном случае это понятно. Интересно, это одно и то же или это не одно и то же? В каких случаях у нас G, P это то же самое, что P умножить на G? Ответ замечательный достойный. Оказывается, что теорема Лагранжа звучит в следующем образом. Кстати, ребята, если кто из вас там угаданной задачи решил, там есть такая штука, как рассмотрим все по логу. Вот это на самом деле то же самое, что рассматриваем вот это вот разложение Лагранжа в таком частном случае. Когда группа – это множество целых чисел по сложению. А подгруппа – это состоит из тех элементов, которые делятся на какое-то там число. Что значит, что G умноженное на P? Я сейчас все это буду объяснить подробно. Все элементы P выписали и каждый из них умножили на G. Кстати, зовите, пожалуйста, я здесь уже не пишу ни кружочек, ни звездочку. Дело в том, что надоедает все это выписывал. И так, я сейчас подробно все это объясню. Поехали на первую теорию Лагранжа. Поехали на первую теорию Лагранжа. мы говорим о том, что у нас есть разложение группы на G. смежный класс. Представьте себе, что у вас будет такая картинка. Есть вся группа, и она разбита на такие пласты. То есть у нас есть самое простое и самое привычное для вас, это если вы Ж, это группа всех целых чисел по сложению, а P это множество всех кратных некоторого числа N. В таком случае это называется разбиение на классы вычетов по модулю N. Понятно, да? Так с тобой. Сказали по сложению что? Да. Руповая операция это не обязательно композиция перемещения плоскости. У вас групповая операция это может быть скажем умножение чисел. Единственное надо тогда позаботиться, чтобы 0 не было бы у вас в вашей группе элементов. Берете множество всех рациональных чисел без нуля. Их замечательно можно умножать, ассоциативность есть, правильно? Берете множество всех рациональных чисел. И тогда операция сложения. И тогда умножение, единица исполняет 0 единица. Когда сложение, ноль исполняет 0 единица. Правильно? Слушайте, а знаете какое страшное слово логарифм? Да. Отлично. Давайте вспомним какое свойство есть у логарифма. Скажем десятичный логарифм произведения чисел это что? Сумма логарифм. Это сумма логарифмов. Ребята, а вы понимаете, что это точность определения гомоморфизма? Логарифм. Логарифм. Это операция, которая устанавливает изоморфизм группы положительных вещественных чисел. Положительных. По умножению. Есть множество вещественных чисел, которые от нуля, ноль не включая, до плюс бесконечности. Операция умножения. А есть просто множество всех вещественных чисел. Которые от минус бесконечности до плюс бесконечности. Операция сложения. Логарифм это операция, которая устанавливает изоморфизм между этими множествами. Между прочим, ровно по этой причине логарифм так важен, потому что изоморфизм он не бросается, да? Изоморфизм между умножением положительных чисел и сложением всех чисел. Так, а возведение вот это вот, которое число ставит в соответствие 10-х, это что такое? Ну, это наоборот. Это обратная операция, да? Это обратная операция, которая наоборот любому вещественному числу ставит в соответствие положительное вещественное число. Это операция обратная, которая в гагарифм. Так, хорошо, по крайней мере, это поняли. Так, сейчас я все-таки сделаю, ребята, важное дело, потому что я боюсь, что без этого вообще мы никуда не продвинемся. Я считаю, что вы запомнили все вот эти вот определения.